Здравствуйте, дорогие зрительницы канала Маши Анаши Магланов. Сегодня я с удовольствием выполняю запрос ни одной зрительницы поговорить о нашем советском кино, российском даже, что теперь можно сказать. Я думаю, что мы все получим большое удовольствие, вспоминая наши любимые фильмы и актёров. Какие-то порассуждаем. Что-то я не вспомню, но вы обязательно в комментариях добавите, потому что наша задача получать и от просмотра, и от обсуждения только хорошее настроение. Если говорить о наших советских фильмах, то, конечно, такой взрослой девушке, как я, вспоминается всё с самого начала. Ну, представьте моё детство. У нас одной из первых в нашей семье, в квартире, появился телевизор. Вот тот, самый первый, с большой линзой, наполненной водой, чёрно-белый. Когда к нам соседи приходили смотреть любую программу, главное, что это было чудо. Ведь, конечно, если мы припомним даже советские те первые фильмы начала 30-х, ну, и так далее, годов, конечно, все ходили в кинозалы, которые могли быть в каких-то городках или привозное кино на таком экране. А вот телевизор – это было что-то новое, удивительное. И как вы все припомните фильм «Пять вечеров» Никиты Михалкова, да, помните, там тоже самое, где играет Станислав Любшин, Гурчин, когда как соседи со стульчиками приходили посмотреть телевизор. Конечно, моё знакомство с советским кино начиналось вот тогда, вот в 60-е годы. Что тогда показывали? Конечно, для ребёнка первые воспоминания об этом чуде, конечно, это Золушка, это золотой ключик чёрно-белый, это мультики рисованные, добрые, которые мы все-все прекрасно знаем. Ну, а, конечно, уже гораздо позже, позже, когда уже я была школьницей, я уже смотрела с раскрытыми глазами экранизации. Ну, во-первых, это и школьная была программа какая-то, потому что мне ещё предстояло всё это проходить, но уже я же знала, что такое Пушкин, что такое Лев Николаевич Толстой. И вот, наверное, потрясением таким это были экранизации, первые экранизации, которые показывали, и уже не только в наших кинотеатрах, там, да, клубах, но и что-то уже начиналось по телевизору. Конечно, незабываемое и потрясное потрясение для такой юной души, конечно, это было «Идиот» с молодым Яковлевым. Вы вспомните Юлию Борисову, «Глаза князя Мышкина». Это было что-то, «Быревская», да, вот он не успел дальше снять. Следующее потрясение, конечно, «Гамлет» Козинцева, где непередаваемая, конечно, игра актёров. И даже всех перечислять, ну, вы всех знаете, конечно, там, это наш Иннокентий Смоктуновский, Вертинская, ну и много-много, конечно, других. И таким же экранизацией, наверное, была «Война и мир» Кондарчука. Когда Наташа Ростова, когда я уже где-то приближалась к её возрасту, смотрела на распахнутые ресницы Людмилы Савельевой, на уши Андрея Волкунской, в исполнении Вячеслава Тихонова для меня просто был какой-то вот герой, герой, герой. Ну, невозможно было, конечно, отвести глаз и от Василия Лунового. Ведь в «Юношеских грёзах», вы помните, по Грину, Аллы и Паруса, это вот тоже же прям, ну, влюбиться невозможно. Не влюбиться было просто невозможно. Ну и дальше, конечно, и Анна Каренина, которая вот самой Лунов сыграла, и вот же Василий Луновой там, конечно, такие вещи, они западают глубоко в сердце, и они идут с тобой по жизни. И посмотрев эти фильмы, такой же фильм, наверное, был серьёзнейшим таким открытием для меня, это «Пошёл их его тихий тон». И вот уже проходя по жизни, переснимали там фильмы, да, и западные режиссёры, и даже новые фильмы, которые снимались уже в российском кино, всегда это было сравнение с тем первым потрясением в 60-х годах, вот начало 70-х, конечно, уже когда я такая старшая школьница. Ну и невозможно не вспомнить любимейшие фильмы, конечно, это комедии и Гайдая, и Рязанова, и, конечно, тоже такие удивительные фильмы, которые запоминаются. Это Марка Захарова, ну, где-то я, наверное, школьницей была, конечно, «Бриллиантовая рука», ну, Иван Васильевич, ну, что об этом говорить. Ну, и такие романтичные, как у Рязанова, там, допустим, служебный роман, уж не говоря про иронию судьбы или с лёгким паром, где стихи, которые ещё не печатались в большой советской нашей печати, не всегда были доступны, и музыка, и проникновенные голосы Аллы Пугачёвой, Никитина, но это было, конечно, что-то и в дальнейшем служебном романе, когда сама пела и Фрейнлих, и Мягков, как-то так на душу ложились. Конечно, всё-таки, мне кажется, в такой романтичной и сентиментальной натуре всё это близко и очень запоминается, и так идёт с тобой по жизни, с любимыми актёрами, с любимыми стихами, музыкой. Вот музыка Петрова, да, чего одна музыка Петрова стоит в этих фильмах, они сопровождают, и потом это остаётся таким, знаете, примером, не то чтобы эталоном, вот правильное слово, эталоном, с чем хочется вот всё последующее потом сравнивать. И многое, конечно, то, что было позже, конечно, проигрывает. Ну, 80-е годы, я не могу не отметить таких героев и такие фильмы, как, допустим, Янковский. Все его фильмы Олега Янковского, они мне настолько интересны, и этот сам актёр, конечно, уже не буду говорить о тех, кого нет, чтобы всем говорить о царстве небесном, но они и сейчас с нами идут. Вот их герои, так как они их воплотили, они идут с нами по жизни. Вот, допустим, такой фильм всем уже, казалось бы, известным, такой сложный, непростой, допустим, «Зеркало» Тарковского, да. Я уже пересматривала его уже в 90-е, в 2000-е годы не один раз, и я не с первого раза могла понять, для себя понять, все подтексты этого фильма очень, ну, конечно, Терехова там сильная тоже, тоже очень, это просто что-то, конечно, Солоницын. А вот ещё отдельное потрясение, это был Андрей Рублёв тоже Тарковского. Во-первых, мне, конечно, близко всё, что связано с историей. Историю я очень люблю, но для меня история, культура, всё это так переплетается в один такой сплошной, что ли, не то что узел, а такую ленту жизни, жизни страны, жизни каждого человека, как отразилось. Это и в литературе, но мы сейчас говорим о кино. И для меня всё это в такой вот сплошной такой поток, перемежаясь. И то, что связано с историей, мне очень нравится, вот на исторические темы. Конечно, трактовка может быть разной, но если у режиссёра интересная задумка, и актёры, как говорится, богом одарённые, вкладывают душу, то такой фильм не может не оставить в вашем сердце следа. Обязательно он запомнится. Поэтому исторические, конечно, тоже фильмы. Много очень фильмов о Великой Отечественной войне, которые комедийные, допустим, «Небесный тихоход» или «Воздушный извозчик» с Искричковым, и со Смирновой, и с Селиковской, с Жармом. Это что-то. Я говорила об экранизации. Один из моих любимых фильмов – это «Медведь» по Чехову. Вы вспомните, какая там Андровская? Изумительная Андровская, да, и Жаров. Ну, мне кажется, вот, его можно пересматривать периодически и получать огромный заряд вот такой бодрости, позитива и хорошего настроения. Ну, и переходя уже ближе к 90-м, может быть, что-то забыла, вы понимаете, да, но неважно. Как-то грустно становится, потому что время тяжелое. Конечно, там связаны свои финансовые возможности, развал многих сфер жизни страны, но то, что стало выходить, это было просто ужасно. И вспоминать об этом не хочется, потому что потом какой-то все-таки наметился подъем, и мне кажется, он происходит, и мне кажется, мы еще порадуемся многим нашим лентам. Ну, вот из последних, наверное, пожалуй, 2000-го года, да, вы знаете, удовольствие большое я получаю, когда в очередной раз где-то ближе к Новому году нам показывают фильм, в котором, по-моему, постановщиком был Олег Янковский, «Приходи на меня посмотреть». Ну, какая-то великолепная и Купченко, и сам Янковский, и Екатерина Васильева. Ну, просто восторг души, да. Ну, я хочу сказать, что Ирина Купченко, она мне очень близка. Она как-то вот, где бы она ни играла, вот, допустим, в том же дворянском князде, да, который поставил Антрон Кончаловский, ну, с Кулагином, да, ну, это же просто великолепие, просто наслаждение и роскошство. Так же, как, допустим, фильм по Тургеневу «Первая любовь», где Ирина Печерникова, просто, ну, изумительно, с тем же Иннокентием Смоктуновским. Вот я вам перечисляю, да, какие такие вот, много фильмов интересных и хороших, но вот иногда такие вот, понимаете, жемчужины в твоей душе, они сами вот сверкают и напоминают о себе. Я хочу сказать об определенном периоде в нашем кино, которое где-то, наверное, я-то еще была такой младшей школьницей, да, но я уже потом, когда старшеклассница была, или, может быть, студентка вот этой 70-й годы, когда их показывали по телевидению, да, они как-то особенно были мне близки по настроению. Я вам хочу сказать, что вот сам период 60-х был какой-то не просто весной отипелью, отипелью, а наполнен особой какой-то романтической ноткой, проникновенностью сердечной. Вот я вам скажу, два таких фильма, которые я не могу забыть, которые были для меня вот тоже каким-то таким откровением, какой-то вот удивительной такой сопричастностью ко всему, чтобы так мне это близко было. Это короткометражный фильм «Двое». Там молодой Смирницкий и молодая Виктория Федорова. Это дочка Зои Федоровой. Она глухонемая, а он молодой, значит, по-моему, трубач. Она глухонемая девушка, в цирке занимается, и вот эта вот история вот их любви. Это было удивительно проникновенное кино. И также такой же, по-моему, тоже он не полнометражный, а короткометражный, называется фильм «Ночной звонок». Удивительная история, казалось бы, простая, но вот для меня она была такой какой-то вот острой. Вера Морецкая играет бабушку деревенскую, которая давно одна, взрослый сын, у которого уже и жена, его играет Борис Андреев, жену Алла. Ну, ладно, вспомню потом. И вот у него уже взрослый сын и невестка. Ее играет молодая, по-моему, Малявина. Лариса Малявина, по-моему. Малявина, неважно. Она давно одна, ее не навещают. И вот сосед ее дал телеграмму, чтобы бабушка умерла. И вот приезжает взрослый сын со своей женой, со взрослым сыном и невесткой. Они давно забыли, как она там живет, плохо ей, хорошо ли. Вот вроде как телеграмма пришла, значит, надо же хоронить. А она жива. И вот как это все происходит? И оказывается, что и сын забыл, и внук забыл. А вот эта девушка, жена молодого человека, она однажды, видно, побывав в этой деревне, навещала бабушку, звонила или нет, но, похоже, навещала. Ну, вот какие-то такие вот человеческие тонкости, они так показаны, что запало в сердце, запало. И еще один фильм, тоже 60-х годов, вот эта вот романтика, сентиментальность, такая вот удивительная нота такой любви, надежды, веры, что все еще будет хорошо обязательно. Это фильм «Каждый вечер в 11». Музыка Артемьева, а режиссер, по-моему, Самсонов. Вот там играет молодой Михаил Ножкин и молодая Маргарита Володина. Приморский городок, молодой ученый с друзьями, Приморское кафе. Они шутят, смеются, он не женат. Они предлагают ему позвонить первому по номеру, который они там ему скажут, каждый по цифре придумал. Если это будет девушка, то он должен на ней жениться. И действительно, поднимая трубку женщина, он испугался и положил. Но потом все-таки вспомнил этот номер, позвонил и стал звонить ей каждый вечер. А потом оказалось, что эта молодая женщина работает машинисткой в том же научном институте, где он работает и проводит свои опыты. Ну, как это было снято? Это море, это молодость, это музыка, необыкновенная музыка. Поэтому вот, если вдруг вам захочется такого романтизма, посмотрите этот фильм, и вы найдете его в интернете. Ну, а сейчас, конечно, много фильмов выходит. Но, наверное, сказать, что вот какие-то последние фильмы меня сильно потрясли, наверное, я могу сказать буквально о последнем фильме. Последний фильм я посмотрела как раз в январе на большом экране, фильм «Викинг». Потрясение было сильное, потому что и снято очень мощно, и сыграно сильно. Ну, чего стоит и Максим Суханов, и Данила Козловский, и Петренко, и многие актеры, которые там сыграли, сыграли очень сильно. Показано все ярко. Помимо исторического сильного момента, когда от язычества, можно сказать, от звериного какого-то вообще состояния человеческого, выживания такого, смертей бесконечных, человек приходит к осознанию своей души, к возможности покаяния, к вере приходит. Ну, и вот для меня было очень приятным открытием, что мы можем снимать такие фильмы. И, конечно, остается надежда, что нас еще порадует наше российское кино. Вот. А про спектакли, вот еще там был, какие еще спектакли. Про спектакли, наверное, я бы не смогла сказать столько, сколько о кино, поскольку не было, наверное, такого спектакля, который бы такое сильное на меня впечатление произвел. Пожалуй, два как-то приходят на память. Это спектакль, который я видела в театре имени Ермуловой. Называется он «Крейцерлова соната». Известное произведение. Но это редкое было, наверное, состояние актера. Его главную роль играл Евгений Лазарев. Когда я забыла, где я нахожусь. То есть, что полностью сцена забрала внимание. Это было... Вот я помню до сих пор это состояние, что ты абсолютно отключаешься, и только на сцене ты... Это настоящий талант, наверное, актерский. Ну и, пожалуй, еще вот был такой спектакль. Это я, наверное, была студенткой. А может быть и нет, но не важно. Главное, что театр-то был еще не совсем профессиональным. Потом стал профессиональным. Сейчас он профессиональный театр. А он вырос на базе Народного театра Московского государственного университета Леса. Он назывался «Фест». Он и сейчас... Вот сейчас это профессиональный театр. Так он называется «Фест» по имени факультета, на базе которого он, видно, разросся. А спектакль, главный спектакль, который меня потряс, это назывался спектакль «Мысли». По-моему, по пьесе Платонова, если я не ошибаюсь. Если нет, поправьте меня. И вот до сих пор актер, который так сыграл, это Полянский. Игорь Полянский, если я правильно имя его вспомню. Он и сейчас сыграет в этом театре. Этот спектакль не снят, потому что, наверное, больше 20 лет прошло, когда я вот увидела его первый раз. И он иногда... Они всё-таки... Это сложный, тяжёлый спектакль такой. Но стоило такое посмотреть и как-то так прочувствовать вместе с героями. Ну, а завершить мне хочется... Ещё знаете чем? Что любимые актёры, их очень много. Ну, как не любить, допустим, наше первое кино, допустим, те же замечательные ленты Александрова, да, с любовью Орловой. Вот. С той же милой, прелестной, допустим, той же Ладыниной, да. Ну, ведь много было у нас таких актёров. Очень люблю, очень милый. Вот стихова Дона Ирина Быстрецкая, конечно. Она и как человек у меня вызывает уважение, и красивая женщина, и талантливая актриса. Ну, конечно, много актрис, которые как бы не такие героини, да, но их проникновенная игра, она незабываемая. Вот, допустим, такая актриса, как Любовь Сокова, да, она часто матерей играла. Вот. Или Валентина Сазонова, вот такие бы, да. Ну, про Мордюкову и Маргариту, Маргариту, по-моему, Маркова, да, это тоже такие, знаете, вот как глыбы, глыбы. Ну, про мужчину, конечно, я уже перечисляла, сколько их было. А из комедии Захарбана невозможно, конечно, Абдулова, не назвать Абдулова или того же Караченцева, да. На уши, ну, Чурикову, тоже, начиная от таких комедий, от таких комедийных ролей до трагедийных. Она, конечно, мне кажется, ее талант просто с годами стал мощнее и мощнее. Но вот сейчас из молодых актрис, допустим, вот Новый год, что меня очень порадовало, я посмотрела в какой-то программе, потом повторялась комедия. Комедия называется «Пять невест». В главной роли там Данила Козловский, который молодой там летчик, закончилась война, значит, его часть стоит в Германии, он летит со своим начальником куда-то в Смоленск, и молодые такие же друзья его унижают, и просят найти ему невесту. И вот он за 24 часа пять раз женится. Такая комедия, комедия, посвященная, как там написано, приятно нашим бабушкам и дедушкам. И, конечно, наши молодые звездочки там очень приятно сыграли, такие, как Юлия Пересиль, Светлана Ходченкова, ну и, конечно, Елизавета Боярская. Молодцы девчонки, конечно, талантливы. Там и Ирина Пегова тоже, тоже такая заметная, тоже во многих сериалах наверняка ее видели. Ну, как-то вот такая теплая нота. Вот, комедия, конечно, но было приятно, потому что не было ни пошлости, ни гадости, а вот такое вот приятное кино было. Вот это из того, что хотелось, наверное, сказать. Ну и напоследок, вы знаете, старые ленты приносят больше радости, чем сегодняшнее кино. Много сериалов, конечно, но они как-то вот как блины пекутся, наверное, и не каждый из них запоминается. Наверное, каким-то вот таким приятным воспоминанием, и, наверное, сериал Каменской, где сыграла Елена Яковлева, да, потому что как-то вот близко, очень как-то талантливая ее игра, и как это снято, конечно, очень приятно. Ну, и, наверное, не буду много перечислять, потому что что-то так вот на скидку не все вспоминается. Может быть, из сериалов еще вот где, тоже, мне кажется, очень сильный сериал, мы даже пересматривали его по компьютеру, это петербургские тайны. И музыка, и актеры, конечно, мне кажется, сильнейший тоже сериал такой. Ну, я думаю, что я достаточно много называла актеров и фильмов, которые вот мне интересны, которые я с удовольствием вспоминаю. Вот, и я надеюсь, что вы в своих комментариях тоже вспомните то, что я не напомню, не сказала, не... ну, наверняка много чего, что не сказала, а вы тоже вместе со всеми нами, как бы вспоминая наше российское кино, напомните, и мы вместе с вами порадуемся. Я надеюсь, что у нас впереди еще много интересных открытий. Спасибо вам большое за внимание. Ну, и я надеюсь, что еще мы с вами встретимся на этом канале. Спасибо, всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»